Юные вартовчане стучали в хантейский бубен, прыгали на батуте, соревновались в силе и ловкости, а еще выучили несколько приветствий на разных языках мира. Нижневартовский центр национальных культур презентовал новую игровую программу для детей. За сказочным переполохом, царившим на игровой площадке, наблюдала корреспондент Елена Состовова. Три, два, один, поехали! Три, два, один, поехали! Расширенный сценарий включает традиции и обычаи сразу нескольких народов, плюс яркие сценические костюмы. А организаторы приобрели новый реквизит, играть с которым интересно не только детям, но и взрослым. Когда мы получили реквизит, когда нам привезли его, мы в первую очередь кинулись открывать все мешки. Особенно, конечно, захотелось попробовать батут, но мы не стали рисковать, потому что, думаю, батут рассчитан на более маленький вес, на детский. Игра «Крокодил» всем известна. То есть карточки готовые, с детьми уже можно работать. У нас есть замечательные тоннели, длинные тоннели, по которым вроде бы пустой тоннель, но когда дети проходят сквозь него, такое ощущение, что они действительно заряжаются какой-то энергетикой. Настроение меняется моментально. Алексей Барин приходит в пришкольный лагерь уже полтора месяца. Здесь интересно каждый день, но сегодняшний праздник подарил детям особо яркие эмоции. Мне очень понравилось там и прыгать на батуте, и бросать шарики. Это все любимое для детей. Очень интересное. А мне понравилось, как мы тянули канат, и мы выиграли второй отряд. По плану программа «Дети самоцветов» будет работать до сентября. Впрочем, если она хорошо себя зарекомендует, а для этого есть все предпосылки, то артисты продолжат давать представления и во время учебного года. Елена Составова, Рамиль Хайрулин, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск.